Так, по-моему, у нас начался эфир. Тогда я очень рад. Так, давайте подождем, пока наши подписчики начнут заходить в эфир. У меня тут, как видим, всем-всем добрый вечер, друзья. Надеюсь, что у вас все хорошо. Давайте сегодня сделаем эфир, побеседуем. Почему? Потому что очень много времени уходит на сюжеты, на вечерние выпуски. Но вот на эфиры практически времени не остается, а это плохо. Почему? Потому что есть такая категория подписчиков, которые любят именно прямые эфиры. А у нас вот армянские наши братья и сестры, которые живут, они очень любят смотреть вот большие там эфиры. Итак, Люда Мелконян, добрый вечер. Наднес Арктиян, добрый вечер. Агиль Гусейнов, добрый вечер. Добрый вечер всем. Тигран, тебе тоже большой привет. Аркадий, привет. Я рад приветствовать всех, кто будет смотреть этот эфир в YouTube-каналах, включая Лорд ТВ. Конечно, Армвлог. Отдельная благодарность этому каналу, который тоже регулярно загружает наши эфиры. Но сегодня мы будем говорить о Азербайджане и Армении. Поэтому тема достаточно всегда, скажем так, тонкая, сложная, но актуальная, самая актуальная. И я думаю, что это нормально с учетом всего того, что происходило последние 35 и уже даже 36 лет, потому что на дворе 2024 год. Ситуация, как мы с вами знаем, достаточно остается неопределенной в связи с тем, что вообще ситуация в мире и в регионе очень сложная. Но мы давайте все-таки сегодня сделаем эфир для того, чтобы понять, куда мы двигаемся дальше. Мы сегодня сделаем такой эфир, который будет похож на опрос. Мы будем задавать вопросы. Я буду задавать вам вопросы. Надеюсь, на ваши ответы. Элина Сафариан, добрый вечер. Очень рад общению. Ашхан Чобанян, Юрий Макинян, Наталья Александрян. Конечно, я хочу особо подчеркнуть, что работа над миром, которая, я очень надеюсь, наступит между Арменией и Азербайджаном, это не только работа чиновников, не только работа государственных деятелей, но и общества. Но общество, как мы с вами знаем, всегда слушает каких-то экспертов, политологов, аналитиков, также заявления сильных мира сего, заявления лидеров Армении и Азербайджана. И каждый, учитывая глубочайшее недоверие, каждый, учитывая, скажем так, в чем-то даже предвзятость, почему-то все время ждет чего-то плохого. Это происходит и в случае с азербайджанской стороной, которая, в моем понимании, недостаточно доверяет правительству Армении. И это очень плохо. Почему? Потому что люди, которые в Азербайджане сидят за столом переговоров с Араратом Мерзаяном и Алленом Симоньяном, включая нашего премьер-министра, они же видят, что это не Роберт Кочарян, это не Серж Сарксян. И вот вместо того, чтобы это осознать, это понять, к сожалению, в моем понимании, азербайджанская сторона взяла такой вот не всегда правильный тон поведения, когда она падается из любой, скажем так, ситуации максимально выжить для себя. Это очень нехорошо. Почему? Потому что, когда азербайджанская сторона думает, что вот армянское правительство слабое, и поэтому можно с него выжимать, это приводит к деградации уже доверия со стороны армянской стороны. Почему? Потому что мы с вами знаем, что нет у нас слабых чиновников, слабых политиков. Если кому-то кажется, что культурные, образованные люди – это слабые люди, то это неверное отношение к ситуации. Но я бы не хотел сейчас часами говорить о том, что у нас есть проблема с недоверием со стороны Азербайджана, потому что это недоверие на самом деле является взаимным. И здесь, конечно, крайне важно отметить для всех, что при всем нашем недоброжелательном отношении к заявлениям азербайджанских политиков, включая лидера Ильхама Алиева, необходимо четко понимать, что вот в том, что говорит Армения и Азербайджан, нередко бывают, скажем так, разумные зерна, и эти зерна мы порой не хотим видеть, но они есть. И тут возникает вопрос. Там, где права Армении, или там, где, будем говорить, говорит достаточно осознанные и правильные вещи противоборствующая сторона, к сожалению, на данный момент соседняя сторона, мы же, каждое такое заявление друг у друга, мы воспринимаем не как озабоченность, которая имеет место быть, а мы воспринимаем это, если это заявил Азербайджан или Армения, наоборот, мы это воспринимаем как какое-то враждебное действие, которое направлено против Армении или против Азербайджана. Правильно ли так мыслить? Я думаю, что нет, я думаю, что нет, потому что если мы все не повзрослеем, ну, неважно, это Арменин или это Азербайджан, если мы все не проанализируем, что у нас произошло, и исходя из этого не повзрослеем, в том числе политически, мы не сумеем сделать смелых шагов, которые положат конец войне. Вот это очень важно понимать, да? И да, когда мы требуем мудрых, да, мудрых в кавычках шагов только от одной стороны, понятно, что население этой страны, оно не будет равнодушно смотреть на то, как, условно говоря, правительство Армении будет идти только навстречу Азербайджану, а правительство Азербайджана не будет идти навстречу Армении. То есть не будет такого. Это ненормальный процесс. И здесь возникает вопрос, а что можем сделать мы, что можем сделать мы с вами, каждый из нас? Какова наша задача, нашей задачи? Цель у нас понятна. Сделать Армению сильной, но при этом положить конец конфликту с Азербайджаном и прийти к миру, долгосрочному миру. Не просто к слову мир, а к долгосрочному миру. Мы очень часто слышим позитивные заявления от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы не раз уже слышали заявления от премьер-министра Армении Никола Пашняна. Вот, например, я напомню, что наш дорогой премьер-министр говорил, что общество должно призывать к миру. Эту фразу произнес Никол Пашнян. Так вот, по Армении мы видим, разве что у нас общество призывает к миру. То есть люди, да, простые люди, да, но ведь люди, подписчики, они идут за блогерами, за журналистами, за медийными личностями. Вот, например, рядовые армяне и армянки, они готовы пойти за словами, условно говоря, Петроса Газаряна, которые работают на телеканале Гамек, они готовы пойти за людьми, которые, скажем так, выдержанные, да, там Арам Саркисян, это брат Вазгена Саркисяна, там есть большая аудитория Ухачатураси Кюасян, есть большая аудитория людей, которые слушают Ливона Шириняна и так далее и тому подобное. Теперь необходимо понять, а почему многие вот эти эксперты, эти люди очень осторожны в своих оценках. Одна из причин, как я думаю, непредсказуемость переговоров, которые продолжаются с Азербайджаном, и непредсказуемость лидера Азербайджана и Хамалиева. И я думаю, что это в том числе наоборот. Почему? Потому что азербайджанская пресса, которая, соответственно, азербайджанские СМИ, которые работают очень часто по старым лекалам, они, например, все время пишут о том, а где гарантия, что завтра не вернется партия Дашнак Цуцун и не возобновит там военные действия с Азербайджаном. И тут, вот для того, чтобы разбить неверное мышление азербайджанских журналистов, для того, чтобы поменять в правильную сторону мысли рядовых азербайджанцев и в том числе их экспертов, необходимо, чтобы вот те люди, которые являются, скажем так, авторитетами в медийном поле Армении, делали заявления, которые будут успокаивать соседнюю страну, ее население и ее общественность. Этого нет. Вот посмотрите, у нас прошло 4 года после 44-гневной войны. Давайте скажем честно, мы не видим, что общество там, да, рьяно прям призывает к миру. Дело в том, что вот эти эфиры, эти видеомосты, это общение с людьми из Азербайджана, с азербайджанцами, оно и может, оно и может нас, скажем так, заставить задуматься, что же действительно волнует азербайджанцев и азербайджанок, и наоборот, потому что, когда мы, условно говоря, общаемся через третьи лица, когда мы читаем друг о друге из каких-то телеграм-каналов, а мы с вами знаем, да, что и в Армении, и в Азербайджане русские, Россия контролирует часть вот этих телеграм-каналов, где есть фальшивая повестка, озлобленность. Ну, вот, например, я применю пример уже очень прям уж грубоватый, но, к сожалению, реальный. В Азербайджане есть блогер, который все время ставит под сомнение Армению, оскорбляет ее, ведет себя омерзительно, да, и, к огромному сожалению, в Азербайджане немало у него поклонников, то есть то, что он говорит мерзко, отвратно, и, в принципе, большая часть его слов – это ложь, да, это нравится немалому количеству жителей Азербайджана. Плохо это или хорошо? Это плохо, но почему так происходит? Потому что мы-то не работаем с азербайджанцами. Ну вот, я очень часто общаюсь с ними по мессенджеру, общаюсь абсолютно искренне, я общаюсь с теми азербайджанцами, которые, а, признают территориальную целостность Азербайджана и, конечно, хотят, чтобы действительно у нас был мир. Понятно, что каждый там за свой народ, за свою страну, и тем не менее. И вот, не общаясь с азербайджанцами и с армянами с двух сторон, вот в таком правильном формате общения, не увеличивая количество эфиров, лайфов с армянами-азербайджанцами, мы позволяем, мы позволяем вот этому блогеру в Азербайджане нести негатив против нас, и азербайджанская сторона позволяет думать, что определенный блогер, который не живет в Армении, а живет в Ростове, там со своего канала Антиптопор, там хает и обливает грязью, соответственно, Азербайджан, это позволяет, вот отсутствие нашего полноценного диалога с азербайджанской стороной приводит к тому, что, я не знаю сколько, но какая-то часть азербайджанцев считает, что мнение армян, то есть, прошу прощения, мнение канала Антиптопор, это мнение Армении, а ведь это не так. Вы знаете, я вот даже приведу такой пример, вот как раз-таки в Армении нету такого блогера или такого журналиста, который с утра до вечера там оскорбляет Азербайджан и говорит, что, то есть, у нас этот блогер вообще никакого отношения, который в России сидит, не имеет ни к правительству Армении, ни к народу Армении, он сидит там, в России, и ему скорее платят российское ФСБ, Союз Армян России, но никак не правительство Армении, которое никакого отношения не имеет. Теперь, в Азербайджане, в Азербайджане даже лягушка не смогла бы квакать без добра администрации президента Азербайджана, без добра азербайджанского КГБ. То есть, грусть заключается в том, что вот как раз-таки армянское правительство не проецирует, не выращивает и не поддерживает блогера или блогершу, которые ставят под сомнение азербайджанскую там государственность или Азербайджан, но вот Азербайджан, который, еще раз повторюсь, никогда не позволит даже лягушке просто так квакать в болоте, Азербайджан поддерживает вот этого блогера, который обливает грязью Армению и армянский народ. Ну да, азербайджанцы говорят, ну мы не знаем, он там, ну нет, на самом деле нет ни одного канала или СМИ, да, в Азербайджане, где кто-то может допустить вот такой уровень зла в отношении армян. И я говорю, что это очень-очень грустно, и это очень-очень плохо. Теперь вопрос следующий, и я попрошу вас ответить на этот вопрос. Я буду почаще делать такие эфиры, я думаю, что мы должны почаще говорить. Считайте ли вы, пожалуйста, напишите, если вы смотрите меня сейчас в Фейсбуке, напишите комментарий, если вы будете мой эфир смотреть попозже в YouTube-канале, вы напишите комментарий в YouTube-канале. Читаете ли вы то, что я делаю, да, я же, у меня не так, конечно, много, и не надо, чтобы было много, но вот в свои эфиры я приглашаю людей. У нас были, у нас были Нариман Алиев несколько раз, Агиль Гусейнов был, вот, я сам давал интервью ихним журналистам. Вот, смотрите, Виктория Татьяна пишет. Это бесполезно, пока власть в Азербайджане не поменяется. А на кого поменяется власть, Виктория? То есть, правильно я понимаю, что мы будем сидеть, ждать, когда поменяется власть. А вы считаете, что... Вот я полностью с этим не согласен. То есть, вы что хотите, чтобы мы ждали, когда Алиев стареет, ему станет 90 лет, его не станет, потом будем разговаривать с другой властью. А кто будет другая власть? Другая власть может быть, например, министр иностранных дел Азербайджана, да, который достаточно тоже сложный на переговорах, он очень сложный. Какая власть? Во-первых, в Азербайджане не будет власти, которая будет любить армян больше, чем сами армяне. Давайте начнем с этого. Вы что, считаете, что в Азербайджане будет власть, которая будет любить армян и Армению? Вы такую власть ждете, да, в Азербайджане? Но этого не будет. Да, и, как мне кажется, нам все равно должно быть, кто будет у власти в Азербайджане. Мы должны задать себе вопрос, готовы ли мы работать с той властью, которую выбрал азербайджанский народ. И другая власть. Какая другая власть? Азербайджан не может указывать народу Армении, кого ему выбирать, правильно? Ведь это так. Народ Армении выбрал фашняна, все, значит, с фашняном идет речь о тех или иных нюансах и деталях. А как мы можем требовать что от азербайджанцев? Что у них, что за власть должна быть, чтобы мы с ней вели переговоры? То есть я правильно вас понимаю, что азербайджанцы должны в Азербайджане выбрать такую власть, которая будет устраивать не Азербайджан, а Армению? Вы серьезно? Разве мы, когда выбирали фашняна два раза, вы где-нибудь слышали в Армении, чтобы в Армении выбирали такого премьер-министра, который будет выгоден Азербайджану? Мы разве выбрали такого премьер-министра? Нет, правильно? А как Азербайджан должен выбрать себе лидера, который устраивать будет армян? Вы серьезно? Нет, правильно? То есть Азербайджан и азербайджанцы будут выбирать и выбирают себе лидера, который устраивает их, правильно? Вот и все. Поэтому я очень прошу вообще всех наших подписчиков, давайте все-таки мы... Знаете, я очень часто читаю эмоциональные заявления, давайте все-таки мы будем думать, чего мы хотим. И не только в краткосрочном плане, не только в среднесрочном плане, а в долгосрочном плане. Потому что горе тому, кто думает только о том, что он будет завтра делать. У нас не только есть завтра, у нас есть послезавтра, у нас есть через месяц, через год, через 10 лет. А я вижу, что есть очень много людей, которые думают, главное сегодня что-то сказать, и пусть эта фраза летит как бы в соцсети. Давайте зададим вопрос. Итак, считаете ли вы, что необходимо почаще разговаривать с азербайджанцами и азербайджанками, в том числе моих эфиров, для того, чтобы понять, в чем мы доверяем друг другу, в чем не доверяем. Пожалуйста, напишите. Айо, Нарина пишет, да. Да, пишут, да. То есть, вот наши подписчики считают, что надо почаще делать эфиры. Хорошо. Ну вот, пока пишут, да. Пожалуйста, вы тоже оставьте свои комментарии. Считаете ли вы, что необходимо приглашать азербайджанцев и азербайджанок эфиры и разговаривать с ними о мире? Да. Да. Хорошо. Друзья, ну вот сегодня у нас будет недлинный эфир. Для меня это было важно сделать такой эфир. Я буду обязательно приглашать людей из соседней страны в наши эфиры, чтобы мы могли, конечно же, говорить на все эти темы и посмотрим, кто в чем, кому доверяет, кому не доверяет. Следующий вопрос. Несомненно, наши взаимоотношения должны идти в лучшую сторону, в том числе с другой соседней страной, с Турцией. Вопрос будет следующий. Считаете ли вы правильным? Вот мы снимаем и Грузию, и Арабские Эмираты, и Таиланд я снимал, и Черногорию, и Кипр. Считаете ли вы, что необходимо сделать выпуски для нашей инфоплатформы в Турции? Считаете ли вы, что необходимо полететь в Турцию и снять выпуски о том, как вообще живет та же армянская община в Турции, как люди общаются друг с другом, как относятся современные турки к армянам, Армении? Вообще, считаете ли вы, что необходимо снять репортажи о жизни армян, армянской общины в Турции? Необходимо ли поехать в Турцию и снять такие репортажи или нет? Пожалуйста, давайте на эту тему тоже поговорим. Ануш Хачатрян пишет, конечно, необходимо. Да. Айо. Да. Принято. Принимаю ваши ответы. Те, кто попозже зайдут, вы тоже напишите. Ануш Хачатрян. Хорошо. Значит, мы будем это делать, друзья. Значит, если вы одобряете, то будем обязательно это тоже делать. Друзья мои, ну что, я сегодняшний эфир подвожу к концу. Я очень рад, что у нас очень получается позитивное общение, позитивные решения мы находим. И напомню, что, как мы с вами договорились, будем приглашать азербайджанцев и азербайджанок обязательно в наши эфиры для того, чтобы беседовать с ними и задавать им вопросы. Я, как только договорюсь, обязательно напишу анонс. Всем доброй ночи, доброго вечера и всего самого хорошего.